Было это в 1984 году. Да, 1984 год. Лето. Я поехал на Кольский полустром браконьерить за Сёмгой. Один поехал. Дали мне лодку, мотор, еды, шубу, всякой одежды, снасти, всё-всё-всё. И поехал я на лодке. Ехал, 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 приехал, 75 километров. Потом ещё 30 километров проехал на лодке. Потом решил срезать. Там речёшка маленькая и маленький ручеёк. Вот по ручью получалось короче километра на 3. Думаю, ну что я 3 километра буду тратить? Давай-ка срежу. И по этому ручью стал забираться. Ехал, ехал, ехал на моторе. Потом на вёслах, потом стал тащить лодку, затащил подальше. Ну ручей ничего такой нормальный. Пошёл рыбу ловить. Ловил, ловил, чё-то поймал. Иду обратно. Смотрю, а ручья-то нет. Смотрю и не верю своим глазам. Где ручей? Он же был здесь. А нету. Если был ручей такой большой, полноводный, там, и еле пройдёшь, остался вот такой вот. Сантиметров 30, наверное. И глубины сантиметров 5. Может, меньше даже. Чуть-чуть совсем. А лодка чуть ли не полтонны весила с этим, с барахлом. Стащить её одному по камням было невозможно просто. Маленько я приуныл. Кто ж меня здесь найдёт-то? Я поручу, кто поедет, ни у кого даже фантазии не хватит туда забраться. Один только я забрался. Ну, ладно. Остал думать, как выбираться. Срубил палку. Стал этой палкой толкать лодку. Ни с места, ни хрена. Вещи выложил. Опять палкой стал как толкать. Ну, никак. Тяжёлая зараза. И тогда я вспомнил, как в пионерском лагере я строил запруды. Я перегородил этот ручеёк маленький. Камнями. Песочком туда-сюда засыпал. И вода стала подниматься. И тут я повеселел. Помнил, что я могу продвинуться немножко. Поднялась вода много. Лодка уже стала двигаться. Я её с разбега прокатил как можно дальше. Потом вторую запруды построил. И так вышел на место, где там вода уже была. И кое-как выграбкался. И сколько дней ты добирался, скажи? Нет, ну немного я там добирался. Целый день. Но только там день-то полярный был. Поэтому я не знаю, сколько тут длилось времени. С утра до ночи, а? Наверное. Ну, какая там ночь? Там всё время солнце. И вот я выбрался. Выбрался. И думаю, чтоб я больше за этот ручей сунулся. Ну и он нахрен. А потом, через несколько лет, всё-таки этот ручей опять сунулся. Но нас уже было трое. Мы затащили лодку. Стали идти по этому ручью. Там просто жуткое место. Там место реально жуткое. Там никто никогда не ходил. Никто никогда не ходит. И очень глухое место. И идём. Большой камень. На нём лежит туша оленя. Бок выжран. Уже кто-то сожрал кусочек. И вонище. Ё-ка, ломана. Как было не по себе. Наверное, медведь задрал. Олень-то. В общем, мы пошли. Пошли это место. Потом обратно идём. А оленей уже нету. Тащили. Вот такой рассказ.